Всем хай-тек, дорогие друзья! Сегодня у нас новая рубрика под названием ПАЛЬ-ИЛЕ. И сегодня мы будем рассматривать такую модельку, как Air Max 90 Surplus или Surplus. Напишите в комментариях, как говорится правильно. И этот силуэт, я думаю, знает, ну, наверное, каждый, потому что у каждого были такие кроссовки. Ну, по крайней мере, я так думаю, потому что у меня были, оригинальные были, копии были. И все прожили довольно-таки неплохо, прожили долго. Но единственное, кстати, почему-то оригинальные кроссовки стали быстрее попахивать почему-то, чем реплика. Не знаю почему, но отбросим лирику, давайте начнем с деталей. Здесь у нас натуральная замша, то есть пальцем проводите, цвет меняется. Все окей, все отлично. Здесь у нас идет сетка на мембране. Очень офигенный вариант на весну, на осень, прям реально круто. Летом в них будет жарко, предупреждаю. Смотрите по поводу детали. Да, вот видите, вот эта вот резиновая вставочка, вот эта полосочка. Вроде бы такая маленькая деталь, да, казалось бы, но даже ее учли. Китайцы молодцы. Смотрите по поводу строчки. Строчка здесь ровная. Здесь, не обращайте внимания, запай, запай также есть и на оригинальных кроссовках. У кого были такие пары, они об этом знают. Вот посмотрите, насколько здесь ровненькая строчка. Прям вот четенько, красиво и ровно. Здесь у нас носок. Носок проминается хорошо, не дубовый, не резиновый. Прям очень хорошо, очень круто. Замша, замша, замша. Вот такой вот у нас шильдик. Cordura Brand Fabric. Здесь у нас вот как раз Surplus 90. 90 Surplus. Все опять же вот прошито. Все круто. Носок, да, смотрите, вот такой материал прикольный. Здесь у нас петелька. Стрелечка Anike, фокусируйся, зараза. Вот такая стелечка. Здесь у нас все мягенько, удобненько. Но поначалу, я думаю, многим будет натирать вот этот задник, потому что даже когда у меня были оригинальные, я первые два дня, честно, очень сильно мучился с этими кроссовками. Но может быть у меня нога такая, я не знаю. Здесь, смотрите, да, резиновый свушь, пожалуйста, вот этот шовчик. Вот насчет клея, почему-то на черных, даже на оригинальных черных, его видно больше всего, чем на всяких светлых и так далее. Здесь у нас белый свушь. Свушь не кривой, не сякой. Все ровненько, все красиво. Строчка в прошивочке прям. Вот так вот у нас выглядит свушь. Давайте посмотрим. На втором ботиночке, кроссовочке. Все то же самое, свушь ровный. Мембрана, сетка, сюрплюс. Вот, пожалуйста, все на месте. Вот такая протекторная подошва. Сцепление довольно-таки хорошее. Ну и здесь баллон. Все уже знают эту технологию, на самом деле. Ну, такое себе, мне кажется. Все-таки буст по амортизации, по смягчению, наверное, лучше, чем баллон. Ну, может быть, мне, конечно, больше нравится просто. Я не знаю, как вам. Но, как по мне, технология Boost намного интереснее, чем Air. Вот эти вот баллоны и так далее, и так далее. В принципе, я вам все показал. Все детальненько, все подробненько. Пожалуйста. Если хотите себе, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочку, как я уже говорил, оставлю в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет вот именно вот таких вот копий кроссовок, которые идут один к одному. С таких же материалов, так же аккуратно сшиты и так далее. Вот я вам серьезно говорю, у меня были оригинальные. Там был вот этот клей неуклюжий. Причем, кстати, швы не везде были идеальны. У некоторых оригинальных пар, допустим, вот здесь постоянно сбоку какие-то там соскоки были, еще что-то. Китайцы молодцы. Китайцы научились очень и очень круто делать куклы. Но это может быть мое мнение, а ваше мнение другое. Поэтому напишите в комментариях, что думаете вы. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наши все телеграм-каналы. На наш YouTube-канал. Рад каждому. А с вами, как обычно, были Хайтек Пасса.